доброе утро коллеги с вами исаков роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар и индексов на предстоящий день а понедельник 23 апреля поздравляю всех с началом новой торговой недели и напоминаю что как и всегда как каждый понедельник у нас пройдет вебинар на котором каждый из инструментов мы разберем более подробно вебинар проходит на нашем youtube канале для того чтобы получить уведомление необходимо подписаться на канал и вам они обязательно будут приходить 1830 по москве таллину киеву риге всех жду на семинар на котором мы уже более подробно разберем каждый из инструментов а сейчас на текущая ситуация на предстоящий день и начинаем наш разбор как всегда с парой евро доллара по паре евро доллар в пятницу мы видели обновление локальных минимумов за последнюю неделю доходили до уровня 1.2250 что на текущий момент подтверждает сохранение нисходящей тенденции по данному активу и вероятно цели снижения в области 1.2215 там находится среднесрочный уровень поддержки также вполне вероятно что от этого уровня у нас может последовать завершение коррекции и возобновление уже роста с целью на 1.24 на 1.25 на текущий момент ближайший разворотный уровень находится на максимальных значениях пятницы это отметка 1.2352 то есть пока торгуемся ниже данного уровня тенденция нисходящая в рамках часового таймфрейма сохраняется а далее у нас на очереди пара британский фунт американский доллар здесь также тенденция нисходящая а сохраняется мы торговались в пятницу на концу дня вблизи также среднесрочного уровня поддержки в области 1.40 поэтому на текущий момент тенденция нисходящая сохраняется а ближайший разворотный уровень отмечаем на максимальном значении четверга 19 апреля это отметка 1.4247 а пока торгуемся ниже данного уровня тенденция восходящая прошу прощения тенденция нисходящая остается в приоритете с целями снижения до 1.3918 ну а если британский фунт сможет уйти ниже данного уровня то дали вероятные предпосылки на снижение до 1.3736 соответственно а пара американский доллар канадский доллар по данному активу тенденция восходящая сохраняется ближайшие цели роста это уход выше максимальные значения которые были зафиксированы 9 апреля на отметке 1.2820 ну а ближайший разворотный уровень отмечаем на минимальных значениях пятницы это область 1.2629 а пара американский доллар японская иена сохраняет свою тенденцию а восходящую в рамках часового таймфрейма следующий цели роста это движение в область 108 58 ну а ближайший разворотный уровень на текущий момент отмечаем на минимальные значения которые были зафиксированы на прошлой неделе а в четверг в области 1 107 22 а далее пара австралийский доллар американский доллар тенденция нисходящий здесь сохраняется мы также подошли к уровню поддержки в области 70 76 54 на от которого вполне мы можем отбиться и на возобновление роста будет актуальным но на текущий момент пока мы не получили подтверждающего сигнала тенденция нисходящая сохраняется цели по снижению это область 76 13 а ближайший разворотный уровень пока отмечаем на максимальные значения которые были зафиксированы 19 апреля на уровне 78 11 евро фунт продолжает тенденцию восходящую следующий цели рост это движение в области 88 00 и 88 45 а ближайший разворотный уровень находится на минимальных значениях пятницы эта отметка 87 33 если евро фунт сможет закрепиться ниже данного уровня то вероятно начало снижения в область 86 86 13 и 85 70 по золоту в пятницу мы увидели закрепление ниже минимальные значения которые были зафиксированы в четверг что в рамках часового таймфрейма нас пока переводит вновь фазу нисходящего движения торгуемся вблизи среднесрочного уровня поддержки который находится на отметке 1331 если золото сможет уйти ниже данного уровня то вероятно будет начало нисходящего движения который приведет к снижению до 1 до 1320 и ниже свою очередь возобновление покупок будем рассматривать после преодоления максимальные значения которые были зафиксированы на прошлой неделе в области 1355 долларов за тройскую унцию а по нефти марки бренд основное направление восходящая сохраняется показательным будет сегодняшний день если нефть марки бренд сможет закрепиться выше максимум который были зафиксированы в пятницу то вероятно продолжение восходящего движения но а в том случае если будет уход ниже уровня 73 08 это минимальное значение которое было зафиксировано в пятницу то вероятно будем ожидать начала коррекционного снижения в область 1794 и в перспективе до 67 а по индексу даx на текущий момент в рамках часового таймфрейма тенденция нисходящая коррекционная сохраняется цели по снижению это область и 12 тысяч 362 а возврат к покупкам будет рассматриваться после преодоления максимальных значений которые были зафиксированы в пятницу на уровне 12591 ну и а bitcoin по биткоину по отношению к американскому доллару тенденция восходящая сохраняется мы уже торгуемся в области максимальных значений а вблизи отметки 9020 долларов за один bitcoin преодоление данного уровня откроет предпосылки на продолжение восходящего движения в область 10800 а ближайший разворотный уровень на текущий момент остается прежним это область 7740 минимальное значение которое было зафиксировано на прошлой неделе поэтому пока торгуемся выше данного уровня выше данного среднесрочного уровня тенденция восходящая по биткоину остается в приоритете и так коллеги всем спасибо за внимание с вами был исаков роман буду всех ждать сегодня вечером на нашем вебинаре на котором каждый из инструментов мы разберем с точки зрения среднесрочной и долгосрочной картины на предстоящую неделю и я смогу ответить на ваши вопросы всем желаю хорошего торгового дня и увидимся вечером